Скульптор Евгения Кудрина Мир Жени Кудрины волшебный, но непридуманный. Он берет свое начало в глубинах некой древней прокультуры, поэтому созвучен каждому из нас. Как канатоходец над бездной, балансируя между мирами, художник Женя Кудрина неизменно уводит нас в иную реальность. Мы будто бы начинаем вспоминать то, что когда-то хорошо знали, но почему-то забыли. И тот, другой мир, постепенно проявляясь, заслоняет сиюминутность и суету этого мира. Проявление этого чарующего колдовского начала сквозит во всем, чего бы ни касалось Женя, и повседневная реальность отступает, освобождая место неуловимому иррациональному чувству хорошо нам знакомой тайны. Те, кто видел Женю впервые, поражала ее яркость, непохожесть ни на кого, выпадение из будничности существования. Ее природная гармоничная красота приковывала к себе внимание надолго. А фантастические наряды, которые она создавала, и способность их носить изменяли пространство вокруг. Те, кто видел ее на вернисажах, изумлялись умению Жени глубоким сильным голосом петь старинные песни, иногда сопровождая это действие игрой на колесной лире. Именно Женя открывала эллинские гуляния своим вокальным выступлением, задавая тональность празднику. Создавалось впечатление, что Женины скульптуры возникали сами собой, волшебным образом, просто приходили из ближайшего леса. Немногие видели ее за работой. Такая работа с деревом рождает совершенно женский принцип. Соприкасаться с живым материалом, не травмируя его, не делая в нем дыр и вставок, не нарушая структуру дерева. В ее работах, безусловно, прослеживается связь с древними языческими традициями. В ее скульптурах можно уловить отзвуки древних идолов, начиная от скифских степных изваяний и заканчивая северными обрядовыми куклами-панками. Выбор материала, самого живого и природного в скульптуре, не случайен. Этот изобразительный язык продолжает традиции русского севера, где все из дерева, и резные поморские кресты, и куклы, обернутые ситцем, и расписные прялки. Когда человек уходит от нас внезапно, на пике своего расцвета, от него остается зияющая пустота и боль утраты. Когда уходит художник, остается его мир. Пока художник сидит с нами за столом, нам трудно оценить масштаб его творчества. Но после его ухода возникает ощущение, что он часть космической системы. Не случайно Женя любила ставить свои деревянные скульптуры под открытым небом в разных значимых для нее местах, и делала она это для зрителя иного уровня. А мы, глядя на ее скульптуры, снова и снова слышим тот самый голос вечности, который продолжает звучать в каждой Жениной работе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok